Всем огромный привет! Меня зовут Вадим и сегодня я буду оптимизировать свою карточку товара на Valberis. Пошагово вы увидите, как это все дело происходит и сможете тоже свою карточку оптимизировать. Погнали! Первое, что я сделаю, это открою свою карточку товара, покажу, в каком состоянии она находится и еще посмотрю несколько карточек своих конкурентов. Ну, для сравнения, для того, чтобы тоже информацию какую-то взять. Вот моя карточка товара на втором месте, потому что у меня запущена реклама под поиск. Еще есть другой селлер, который тоже настроил рекламу под поиск, его брать не будем, отзывов нету. А есть вот такая вот карточка и есть еще одна вот такая вот карточка. Ну, можно взять еще третью, вроде другой селлер. Если мы откроем мою карточку товара, то увидим, что наименование у меня маленькое, потом разные брошки вообще в этой карточке продаются. Здесь есть плюс в том, что человек, заходя на одну брошку, видит другие. Но на самом деле здесь есть очень большой минус, что описание должно быть универсальным и, к сожалению, получается некий спам. То есть человек, ища кролик, находит брошку сова, а это не соответствует реальности, получается. И если мы говорим про алгоритмы Валберса, которых выпуск будет в дальнейшем, то рейтинг карточки товара внутренне будет падать. Но все-таки здесь я делаю сейчас акцент на эту брошку, вот эти дораспродам и добавлять их больше не буду. Поэтому сейчас моя цель проработать корректное описание. Оно тоже не совсем корректное. Я его просто скопировал у конкурента в декабре, я об этом рассказывал. Не делайте так, нужно прорабатывать для себя. Просто мне было лень. Ну и, конечно же, дополнительную информацию о товаре необходимо заполнить. Давайте мы начнем с вами прорабатывать наименование карточки товара. Вот я захожу в карточку товара, именно из кабинета уже поставщика. Выбираем наименование карточки товара. И сейчас нужно это все дело исправлять. Заходим в инструмент аналитика. Отчеты, популярные запросы, выбираем частотность месяц. И здесь вводим слово брошь. Я вижу, что есть хорошие поисковые запросы. Не так много, конечно, запрашивают, как хотелось бы, наверное. Но, тем не менее, я могу здесь даже классифицировать запросы на высокочастотные и низкочастотные. Для меня высокочастотные запросы будут те, которые выше, ну пусть будут выше там 20 тысяч запросов в месяц. То есть вот эти два. Среднечастотные запросы от 2000 примерно до 20. То есть если опустимся чуть ниже, вот здесь вот смотрим, пролистаем, примерно до сюда. И все, что ниже, это уже низкочастотные запросы. И для наименования карточки товара я постараюсь использовать больше высокочастотные и среднечастотные запросы. То есть берем вот этот первый запрос, он высокочастотный, брошь женская, добавляем его сюда. И далее я напишу все-таки сова. И обязательно еще проверю. Брошь сова 4421. Еще есть не только брошь ищут, а еще и брошь ищут. Если мы посмотрим вот так вот, это низкочастотный запрос. Брошька это среднечастотный запрос, но его будем использовать в описании. Если мы посмотрим на само изделие, то видим, что здесь используется жемчуг. Ну, искусственный жемчуг или что-то наподобие этого. Давайте посмотрим. 1020 запросов в месяц. Не так много, но все-таки мы можем схитрить. И как думаете, это похоже на бисер? Возможно, похоже. И давайте посмотрим брошь бисер. Так, наверное, из бисера лучше, да? Из бисера. А вот этот запрос нам подходит. Добавляем из бисера. И еще посмотрим на конкурентов. Вот, жемчужная использует. Ну, жемчужная, давайте посмотрим. Нету, да? Поэтому я не рекомендую слепо копировать у конкурентов. Работайте сами над своими карточками товара. Здесь есть такой запрос «Подарок учителю». Давайте посмотрим. Так вот. «Подарок учителю» 21 964. А вот этот запрос мы можем смело взять, как мне кажется. И еще, еще у меня вот в других карточках товара, вот есть такой запрос и в этой бижутерии. Если мы просто всегда введем, это неплохой запрос, который я хочу добавить. Вот, наверное, где-то вот здесь вот. Вот так вот. Если мы возьмем, скопируем, удалим все описание, которое нам не нужно, добавим, то увидим, что 54 символа мы используем и 60 возможных. Переходим к разделу «Характеристики». Как видите, здесь у меня ничего не заполнено. Предлагаю добавить. Дата окончания регистрации сертификата либо декларации я не выбираю по одной простой причине, потому что у меня не подлежит обязательной сертификации. Вот пол, выбираем, так, давай на выбор дает женский. Рисунок у меня сова на ветке. По идее, самого как такового рисунка нету, но я запомню, вроде как спамом не является. Вставка – это пусть будет бисер. Все-таки бисер там есть, даже если посмотреть, кстати, на глаза, они вроде как тоже из какого-то типа камня. Ну ладно, я думаю, вряд ли это похоже на этот черный камень, как он называется, напишите в комментах. Назначение как бы для повседневной носки. Все-таки это вещь, это брошь, это декор, все дела. Назначение подарка бабушке. Такое можно подарить сестре и учителю. Как я уже добавлял название коротчки товара. Повод у нас пусть будет 8 марта, 14 февраля и 1 сентября. Конечно, до него еще не скоро, но пусть сразу мы заполним здесь состав. У меня бижутерный сплав. Вот таким образом выглядит заполнение дополнительных характеристик. Я не рекомендую вносить, вот видите, одно слово бабушке, назначение подарка. Я просто уже посмотрел, вот как вносят, так делать, пожалуйста, не нужно. По идее, в Албрис выкатывали нам пошаговую там инструкцию, тоже правила заполнения карточки товара. Так делать нельзя. Вот так вот корректно, еще раз. А вот так вот некорректно. Вверху еще можем дополнить информацию о сертификатах, как я говорил, либо перенести ее вниз. Что классно, то что для каждого цвета вы можете дополнительные характеристики заполнять отдельно. То есть вот это супер. Еще бы описание так менялось, но пока такого нет. А мы, кстати, переходим к заполнению описания. Если мы посмотрим конкурентов, я тут немножко на паузу нажал, так сказать, запись и поизучал описание вот этих вот товаров. И сделал вывод, что основной уклон идет на то, что для кого подходит эта брошка, из чего она изготовлена, на какой праздник можно подарить кому и на какие вещи можно крепить. Брошь сова, это поисковый ключевой запрос, выполнена из гипоаллергеново-бижутерного сплава. Гипоаллергеново-бижутерного сплава это просто вводные слова для того, чтобы приложение выглядело более-менее адекватно. И украшено бисером замок булавка. Вот так вот. Нет, не так. Замок, броши, булавка. И, кстати, брошь. Вот смотрите, есть такой запрос. Брошь, броши. Вот он. 24 тысячи запросов в месяц. Поэтому здесь я как бы использую это слово как в единственном числе, да, замок, брошь и булавка. Но, по идее, попадаю под ключевой запрос. Неплохо. Чтобы заново не повторяться, не писать брошь сова, я пишу уже брошь сова. Потому что я, не знаю, показывал вам, нет этот запрос. Вот он, брошь, 9 тысяч. Неплохо. Ну, брошь сова мало ищут, конечно, но самое главное у нас здесь именно брошь. Брошь сова дополнит ваш образ. И здесь я буду перечислять, на что можно надеть эту брошь. И смотрите, брошь на, мы видим сами, да, на шапку, на воротник, на магните, на воротник рубашки. Это уже низкочастотные запросы. Но теперь мы это все сюда наполним. Для поисковой машины, Valbris, не нужно писать каждый раз брошь на плате, брошь на воротник. Вот, брошь косова дополнит ваш образ. На плате, на воротник уже поисковая машина будет цепляться за эти слова. Поэтому спамить не нужно словом брошь. И следующее предложение именно про то, кому можно подарить эту брошь и на какой праздник. То есть сова символизирует мудрость, поэтому будет хорошим подарком маме, сестре, бабушке, коллеге, учителю на праздник 8 марта. День всех влюбленных, Новый год, Рождество. Можно вот здесь, кстати, написать 1 сентября. Хотя вроде Valbris, как бы если мы здесь указали, вот здесь вот, по идее там писать не нужно. Но я думаю, ничего не будет. Вот, как видите, 392 символа из 5000 использовано. Многие эксперты говорят, что нужно использовать все символы на максимум. Но на самом деле, вот я даже скопирую себе, сейчас сохраню. Возьмем, допустим, вот это описание. Вот так вот посмотрим. Ну да, действительно, здесь в два раза больше. У меня описание, конечно же, меньше. Но я даже не знаю, что еще можно здесь придумать. А спамить просто словами мне не хочется. Поэтому именно в таком виде я, наконец-то, оставляю свою карточку товара. Вот, заполненную. Так, только, ну да, цвет можно поменять. Получается. Блин, с этими брошками несколько цветов добавил. Все, надеюсь, все сохранится. Нажимаю отредактировать. Ура! Я просто, понимаете, полмесяца с лишним ждал, чтобы сделать именно ролик. И раньше времени не стал оптимизировать свою карточку товара. Если мы посмотрим, здесь еще, кстати, появилось такое поле. Появилось поле рейтинг. У меня в одной карточке товара там у трех даже есть. А здесь пока что нету. Не знаю, с чем это связано. Буду ждать. Новую информацию, как только раздобуду про вот этот рейтинг, обязательно вам расскажу. Ну, а как видите, в корзину я уже добавил несколько карточек товара. Буду ждать 15 февраля. И после опубликую пост в Телеграме, удалились ли у меня карточки товара, по которым не делаются поставки и нету остатков наличия, а только зависшие товары в пути. Подпишитесь на Телеграм, чтобы этот пост не пропустить. Очень важная информация по поводу внутренней рекламы Valbris. Когда вы настраиваете ее на поиск, вам регулярно нужно отслеживать ваши поисковые фразы, по которым выдается карточка. Потому что вы просто-напросто можете сливать деньги на вообще нерелевантные запросы, которые не подходят для вашей карточки товара. Привожу пример. Я эту рекламную кампанию настроил до того, как начал оптимизировать свою карточку товара, там за неделю примерно, может меньше. И, как видите, у меня уже есть поисковые запросы, по которым выдавалась эта карточка. Кстати, здесь, по-моему, брошь-кролик не фигурирует, и это очень здорово, как бы машина Valbris распознает и понимает это все. Но есть немножко не совсем подходящие запросы, типа Xiaomi беспроводные наушники. Что вообще? Почему такой здесь запрос есть? Вроде брошь. Ну ладно. Ну и, как видите, ставки у меня, я не ставлю 326, потому что знаю, что можно платить меньше. Видео о внутренней рекламе Valbris сейчас появится вот здесь. Посмотрите обязательно и будете знать все фишки лайфхаки по поводу рекламных кампаний, по поводу внутренней рекламы Valbris. Ну а если это видео оказалось полезным, то обязательно нажмите на лайк, потому что не зря же я откладывал оптимизацию своей карточки, чтобы для вас, дорогих моих любимых подписчиков, записать этот видос отдельно. Поэтому пишем в комментариях еще ключевые запросы, которые я могу дополнить в свою карточку товара, за это буду признателен. И пишите, насколько у вас получилось все это дело оптимизировать, сложно, не сложно. Подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока!